Художественная гимнастика Общая физическая подготовка, знакомство с этим видом спорта Затем со следующего года они зачисляются в группы начальной подготовки Там уже более углубленное идет, более такое специальное обучение детей Дети начинают брать в руки предмет Ранняя специализация в художественной гимнастике особенно важна Уж очень большой объем навыков должны освоить гимнастки к своим первым соревнованиям Лишь в редких случаях и то с учетом хороших природных данных Девочки более позднего возраста способны догнать программу обучения спортивной школы Я прожила в 5,5 лет Я в интернете смотрела разные выступления Я занималась танцами и балетом тогда И увидела выступление Яны Кудрявцевой след И мне очень понравилось Уговорила родителей, меня примели на отбор Мне очень нравится выступать и выходить в купальнике, когда все хлопают, потом ставят оценки Просто каждый раз оценка выше, чем я думаю, поэтому мне это всегда очень радует Я по телевизору увидела Женю Кунаеву Я сначала занималась фигурным катанием, потом пошла на художественную гимнастику Потому что мне понравилась работа с предметом У меня вообще данных почти от природы нет Но благодаря тренеру у меня все получилось То есть благодаря работе, благодаря тренировкам Всего можно добиться Первая омская гимнастка, достигшая шеломительных результатов Галима Шугурова В 1967 году она стала чемпионкой мира А в 1973 абсолютно чемпионкой Первой на Олимпийский пьедестал взошла Ирина Чащина В 2004 году она завоевала серебро игр в Афинах Олимпийское золото в 2008 в Пекине примерили Маргарита Алейчук и Евгения Канаева Через 4 года в Лондоне Евгения повторила свой успех И стала единственной в мире двукратной абсолютной олимпийской чемпионкой в индивидуальной программе То олимпиаду Женя выиграла, она была еще маленькая Не понимала, что это Она все время выступая говорила, неужели я на олимпиаде, неужели я на олимпиаде А в этот раз, конечно, груз ответственности сказывался Что она выходила олимпийской чемпионкой Надо было подтверждать свое мастерство И, конечно, это было очень тяжеловато Тогда, в 2012-м, на играх в Лондоне выступала еще одна амичка Ксения Дудкина Которая завоевала олимпийское золото в групповых упражнениях После игр дома девушек встречали как национальных героев Поздравляем! Поздравляем! Через год после олимпиады Ксения продолжила свое победное шествие Став лучшей на чемпионате мира В 2014-м году галерею славы пополнила гимнастка Софья Скоморох Ей не было равных в групповых упражнениях на вторых летних юношеских олимпийских играх На олимпиаде в Рио-де-Жанейро 2016-го Вера Бирюкова добавила в копилку Омской школы художественной гимнастики еще одну золотую медаль Я не верила, просто я думала, что это сон Я просила девочек, чтобы они меня ущипнули, но они ущипают, и я стою на пьедестале Я вообще не понимала, если честно, что происходит Мы безумно, конечно, рады Это мечта детства Я думаю, каждая гимнастка здесь мечтает стать олимпийской чемпионкой Через год Вера Бирюкова победила на Всемирной летней универсиаде в Тайбэе Вместе с ней, но уже с чемпионата мира, в Омск тогда вернулась Мария Кравцова, которая также привезла домой золото 2018 год, чемпионат мира в Софии Впервые в истории омской гимнастики в групповых упражнениях выступили сразу две спортсменки Мария Кравцова и Анастасия Шишмакова И поднялись на высшую ступень пьедестала Поздравляем! Поздравляем! Продолжила славные традиции Данна Семиренко В 2019 году она выиграла чемпионат Европы и чемпионат мира среди юниоров в групповых упражнениях В том же году Анастасия Шишмакова повторила свой успех на чемпионате мира, выступив со сложнейшей программой Программа была максимально сложная, мы рисковали Так как никто в мире еще не делает такого, что, как говорит Ирина Александровна, бросает предмет на пустое место Мы должны быстро туда прийти Каждые четыре года в мировой художественной гимнастике меняются правила соревнований, усложняются программы и требования И задача тренера вовремя подстроиться под них и подготовить гимнасток Оксана Курганская воспитала немало чемпионок России, Европы и мира Сейчас она главный тренер юниорской и взрослой сборных Омской области Мы смотрим очень много турниров, по интернету смотрим все турниры и следим за иностранными гимнастками, за сборной России То есть, конечно, подтягиваемся к ним, смотрим какие-то новые элементы, новые находки и тоже пытаемся внедрить это у себя Одна из воспитанниц тренера Анфиса Зайцева, мастер спорта России международного класса В семь лет она категорично заявила родителям, что хочет стать гимнасткой Затем долго добивалась места в группе Групповой я вообще с детства всегда хотела встать, но у меня не получалось, потому что мне говорили, что нужно тренировать лично Я всегда очень хотела, просила, чтобы меня поставили Потом, когда мы переходили на мастеров спорта, девочкам составляли групповое упражнение И я каким-то чудом встала в один вид, там у девочки что-то случилось, меня поставили в один вид И все, я держалась за это место как могла, чтобы меня не убрали И потом вот так влилась уже и так и осталась Анфиса, как и многие воспитанницы школы Олимпийского резерва, несмотря на все трудности Ставит перед собой цель с каждым днем становиться лучше, чтобы в итоге добиться олимпийского золота Элементы в художественной гимнастике сейчас очень сложные Уже идет на грани цирка и спорта Потому что так как они крутят наши гимнастские булавы И так как они их бросают и ловят, делая под броском кучу всяких пируэтов То это надо иметь и ловкость, и координацию, и внимательность, и все Поэтому каждый день наши девочки с малолетства Ну, конечно, есть расписание Самые маленькие детки занимаются два раза в неделю Потом постарше три, четыре, пять и так далее Самые взрослые дети у нас занимаются шесть раз в неделю Двухразовые тренировки бывают перед соревнованиями, но имеют один выходной Поэтому, конечно, я преклоняюсь перед нашими детками Потому что мало того, что они учатся в школе почти все хорошо И тренируются по три, по четыре, по пять, бывают старшие девочки По шесть часов в зале Приехать сюда на транспорт и уехать Дома сделать еще домашнюю работу Поучиться в школе и опять приехать сюда И так изо дня в день Знаете, это не каждый любой взрослый человек сможет Елена Арась – заслуженный тренер России Воспитала немало мастеров спорта, в том числе международного класса и заслуженных Рассказывает, что славные традиции Омской школы художественной гимнастики Заложили именно тренеры, стоявшие у истоков развития этого вида спорта в 60-е годы В нашем сибирском отдаленном городе начали работать такие тренеры, как Галина Васильевна Громыко – заслуженный тренер России Сейчас ее нет с нами, к сожалению Галина Павловна Горенкова – знаменитый тренер, заслуженный тренер СССР Тренер нашей величайшей землячки Галимы Шугуровой И Вера Ефремовна Штельбаумс – тоже заслуженный тренер России И вот эти тренеры, они долгое время как бы стояли в начале вот этих всех наших прекрасных результатов Первый центр гимнастики открылся в Омске в 2002 году С ростом популярности этого вида спорта и уровня мастерства воспитанниц центра Уже через 9 лет началось строительство более крупного объекта – Дворца художественной гимнастики Почти 6,5 тысяч квадратных метров, вмещающих три зала, трибуны на 400 зрителей, судейскую и тренерские комнаты и восстановительный центр С 2011 года спортсооружения, отвечающие международным требованиям, собирает под своими сводами лучших гимнасток страны Редактор субтитров А.Семкин